Похоже, в Поднебесной стремятся сказку сделать былью. Сотрудники информационного агентства Синьхуа нашли этому ряд подтверждений. Автомобили теперь летают, а поезда наводят порядок на железной дороге. По самому длинному мосту над морем поехали автобусы. И полетел первый, собранный китайской частной компанией, самолет. Давайте подробнее. На новом мосту, соединившем Гонконг, Джухай и Макао, открыли движение для автобусов. Теперь время в пути между этими пунктами сократится. К примеру, между Гонконгом и Джухаем с 3 часов до 30 минут. Все основные элементы объекта уже достроены. Масштабный проект готовили 6 лет. На строительство ушло 8. И вот до конца 2018 года мост будет открыт для автомобилей. Протяженность сооружения 55 километров. Оно включает в себя надводные секции, подводный туннель и два искусственных острова, оборудованных для водителей и транспорта. Пока мост работает в тестовом режиме. А для тестирования автомобилей в городе Чанчунь, провинции Цзилинь, появился гигантский комплекс. Его площадь – 14 квадратных километров. Это примерно 1900 футбольных полей. Строительство на стадии завершения. В скором времени здесь начнется испытание транспортных средств на скорость, мобильность и выносливость. А летающий автомобиль испытания уже прошел. Публики показали машину в деле. Она разработана компанией, принадлежащей концерну «Джили Автогрупп». Автомобиль вмещает двух человек. Это гибрид, скорее даже трансформер. На то, чтобы переключиться с режима «Ехать» в режим «Лететь» уходит одна минута. Как и самолету, этому транспортному средству необходима взлетно-посадочная полоса. Стоимость летающего автомобиля пока не называется, но уже известно, что в октябре стартуют предварительные продажи. Большим спросом машина будет пользоваться вряд ли, цена высока. Но вот заменить небольшие самолеты она вполне сможет, уверены разработчики. А еще на днях совершил первый полет самолет, разработанный частной китайской компанией. Он продолжался 26 минут. Аппарат набрал высоту около 300 метров. Четырехместный самолет общего назначения GA-20 предназначен для обучения летчиков, использования в частной авиации и туризме. Дальность его полета составляет 1200 километров. Скорость – до 360 километров в час. На железной дороге тоже нововведение. Китайские инженеры придумали оригинальный способ очистки полотна с помощью специальных вагонов. Состав под управлением человека загребает щебень, промывает его, укладывает на дорогу и утрамбовывает. Интерес КНР в этом вопросе легко объясним. Поднебесная имеет самую протяженную высокоскоростную железнодорожную сеть в мире. И это еще не все, что сняли операторы информационного агентства Синьхуа. Покажем в следующий раз.